Правила перевозки детей ужесточают из года в год. Сложно ли соответствовать всем требованиям? И как обновляется школьный автопарк, расскажем на примере Калиновской средней школы. Образовательное учреждение располагается на границе Ивановского района с областным центром. Ежедневно школьные автобусы перевозят порядка 240 учеников из 10 населенных пунктов. Самый дальний поселок у нас это Ламы, Панеева, где-то на расстоянии 14-15 километров. Поэтому водители утренние рейсы совершают по 2-3 рейса, по 20 человек соответственно в автобусе. И в обед развозят детей в 4 рейса, начиная с 11-25 и в 3 часа последний развоз детей. Сейчас перевозки выполняют три транспортных средства. В этом году самый старый из имеющихся автобусов, которому скоро 10 лет, был отправлен на заслуженный отдых. Новый автобус выделен на основании распоряжения правительства РФ. От старых он отличается не только опрятным внешним видом, но и функционально. В нем индивидуальные ремни безопасности, пятиточечные для большей надежности, проблесковые маячки. В автобусе также есть специальные устройства, которые препятствуют началу движения при открытой или не полностью закрытой двери. Ограничитель скорости движения до 60 километров в час. При движении автобуса задним ходом автоматически срабатывает звуковой сигнал. И много других полезных устройств, которые в предыдущих автобусах приходилось устанавливать самостоятельно. Этот автобус полностью укомплектован всем оборудованием, которое обеспечивает безопасность. То есть и глонасс, и тахограф, проблесковый маячок, подножка. Потому что когда у нас были первые автобусы, приходилось закупать дополнительное оборудование. А так сейчас претензий со стороны госавтоинспекции, управления по автонадзору нет. И мы, в общем-то, уже готовимся получить лицензию. То есть автобусы проверены. Следующему в очереди на замену автобусу сейчас 9 лет. По правилам перевозить школьников на нем можно еще один год. Но об этом уже позаботились. Количество детей растет. И поэтому требуется, конечно, еще техника. Но вот Иванский муниципальный район в этом году нам закупает две новые единицы техники. Соответственно, старый автобус, которому срок службы 9 лет будет заменяться. И еще надеемся, что к увеличению количества детей вот этот четвертый автобус нам даст возможность разгрузить наш подвоз. То есть детей мы иногда привозим в школу минут за 40-35. И вот возможность четвертого автобуса нам даст уменьшить время подвоза. Ну и, возможно, в связи с густонаселенной застройкой одноэтажной увеличится количество детей. Может, возможность будет открываться новые маршруты. Автопарк школьных автобусов в регионе пополняется за счет бюджетов различных уровней ежегодно. На сегодняшний день он насчитывает 165 транспортных средств, которые подвозят к местам учебы почти 4,5 тысячи школьников. В 2018 году удалось заменить 27 единиц техники. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново. РТВ ... Продолжение следует...